Творческая группа Самоздат представляет Прах которых давно разлетелся, как сон Все, что человечество совершило, передумало Все, чего оно застигло Все это сохранилось На страницах книг Константин Колбазов Шаман Книга четвертая Дверь домой Глава первая Изгнанники Колонна медленно Ползла, извиваясь темной лентой на фоне заснеженной степи Растянувшись почти на пять сотен метров Скорость пешехода не больше пяти километров Но быстрее при всем желании не получится Если техника еще может наддать То крытые повозки с запряженными лошадьми на большее не способны И это еще с учетом того, что повозки они тянут по уже укатанному снегу Впереди движется автопоезд, причем в прямом смысле этого слова Смахивает на паровоз в миниатюре в компоновке большого трактора с тендером и парой вагонов Разве только они двухосные и довольно скромных размеров Такие были на заре железнодорожного транспорта В качестве довеска сзади подцеплены две повозки Этому монстру все нипочем Потому и катит первым, пробивая путь в снежном покрове За ним идут паровые казы Далее нивы, грузовые и грузопассажирские тазы Эти также влекут за собой фургоны, крытые брезентом Эдакие корабли-прерий времен покорения и Дикого Запада Правда, Америкой тут и не пахнет Из Невьянска их буквально выдворили в трехдневный срок Ухватили за причинное место настолько крепко, что лишний раз не дернешься Причем болевая точка находится не здесь, а на земле Оставшейся где-то в недосягаемости Для Игоря эта история началась полгода назад Обычная поездка на пострелушке оказалась для него судьбоносной Остановился помочь двум девицам А очнулся в другом мире Скорее всего, параллельном Доподлинно никто не знает, но больно уж все похоже на землю где-то конца девятнадцатого века Разве только заглянувшего в бездну гибели цивилизации Лет сто пятьдесят назад тут случилась большая мировая бойня До ядерного оружия местные ученые, конечно же, не додумались Но вопрос с оружием массового поражения все же решили Начав повсеместно использовать химическое и, что самое страшное, биологическое оружие Отголоски, прокатившиеся по планете пандемии, ощущаются по сей день Лезть в закрытые помещения с кондачка не рекомендовалось Вирусы и бактерии весьма живучи и могут веками стеречь свою жертву Но люди все же выжили От прежних государств практически ничего не осталось Бородину известны только два островных Астаната и Табалата Которые отгородились от остального мира И лишь сравнительно недавно начали налаживать контакты с материком У этих сохранились прежние технологии Поначалу-то пошел регресс Но постепенно положение начало выправляться И сейчас это страна с неплохо развитым производством Толосцы, некогда бывшие одним большим народом, живут разным укладом Одни отгородились небольшими общинами в горах Другие осели на равнине, возделывают землю, объединяются в княжество, строят города Третьи предпочитают кочевать по степи Опасаясь всего, что связано с городами и оседлым образом жизни вообще Но все без исключения, как черт Ладана, боятся пустошей В которые превратились города Игорь оказался в этом мире не одинок Землян тут набралось под 15 тысяч Плюс их жены из местных, дети И на выходе получалось уже порядка 30 Они объединились и создали свое невьянское княжество Активно развивают производство Конкурируют со стравитянами И наращивают мускулы на случай противостояния с ними Поначалу ему тут даже понравилось Хотя и тянуло, конечно же, домой, к семье Но чем дольше он пребывал в княжестве Тем меньше ему нравились местные порядки Наряду с тем, что он был готов принять Существовал бордель некоего болотина В котором процветало самое натуральное сексуальное рабство А потом стало известно, что все это Какое-то масштабное реалити-шоу В подтверждение чему Земляне регулярно находили различную аппаратуру Для снятия аудио и видео информации В принципе, Игорю нравился этот мир По сути своей, являвшийся эдакой калькой Дикого Запада Но он не мог принять тот факт, что попал сюда не по своей воле А еще он невероятно злился от одной мысли Что находится тут на потеху какому-нибудь ублюдку Наблюдающему за его жизнью, поедая попкорн Из-за этого Бородин не смог просто жить А начал неравную схватку с кукловодами С одной лишь целью Найти дорогу домой В результате этих поисков выяснилось, что практически вся верхушка княжества Завязана на это шоу Но нашлись и те, кто был не в курсе Эти люди, узнав правду, пошли на заговор с целью не просто прикрыть шоу Но и организовать вневьянский переворот А впоследствии установить связь с землей Они добились многого Еще немного И им удалось бы добраться до руководства кукловодов А там разобраться из гнилью во власти княжества Но когда уже казалось, что они в шаге от дома Их победа обернулась поражением Кукловоды в очередной раз их обыграли Несмотря на раскрытие заговора Жестокой расправы не случилось Князя крепко держали за одно место А потому все закончилось лишь спешным выдворением за пределы княжества Три дня на сборы Причем убраться им рекомендовалось Как можно дальше Шаман, а к чему нас нагрузили лишним народом? Да еще и детей прорва Как-то слабо верится, что в заговоре участвовало так много людей Поинтересовался волк Игорь остановился И, уперев лыжные палки в снег Облокотился на них, переводя дух Никакой необходимости в излишней поспешности Повозки не приспособлены держать высокий темп А потому Бородин решил выделить в автомобилях больше места под груз Сам же со своей группой двинулся рядом на лыжах Еще и боевое охранение получается Хотя, конечно, по флангам и в головном дозоре Три группы егерей, по четыре всадника на всякий непредвиденный Погода солнечная, ветра нет Мороз не ниже десяти градусов Красота! Зима здесь без оттепелей Но и не суровая Если одеться с умом, то особо и не вспотеешь Ночью, естественно, подморозит Но это мелочи В каждой повозке и кузовах машин Приспособленных под перевозку людей Имеется походная печурка Прошлая ночь показала, что если не разгуляется метель То спать вполне комфортно Впрочем, овчинные спальные мешки в любом случае не дадут замерзнуть В деле из посторонних был только Виталий Андреевич Помянул Игорь бывшего егеря Обосновавшегося на своем хуторе и оказавшего помощь Ерохину Остальных назначили причастными Как я понимаю, для массовости А зачем им это? Удивился Антон Швоу, пожав плечами, ответил Игорь После чего продолжил движение Короткий роздых Вот и все, что они могут себе позволить Иначе придется нагонять свое место в караване А это лишнее Белье желательно иметь сухим Не потеют же только мертвые Так что следует правильно рассчитать силы и ритм То есть они сделали это для нагнетания напряжения Побольше женщин и детей, чтобы получить нужный накал А еще, чтобы мы меньше думали о кукловодах И сосредоточились на выживании Утвердительно кивнув, добавил Игорь Можно подумать, если бы выслали только причастных У нас голова болела бы меньше У троих жены на сносях Плюс дети У руля младенец третий день от роду Твари Алина Витальевна с ее дюжиной воспитанников Возразил Антон Ты неправильно считаешь, Волк На круг заговорщиков и их близких Получилось 61 человек Из которых 29 женщин и детей И 32 мужчины Шесть автомобилей принадлежат нашей группе Еще три Каза Кривошеева, Ерохина и Хлебникова Даже без Квакина мы могли вывести достаточно припасов и имущества Чтобы не знать нужды до осени При наличии стольких гатлингов и пулеметов Да и другой снаряги Минимум защитников без труда Выдержат серьезную осаду кочевников Если они вообще сунутся в пустошь А значит у нас были бы развязаны руки Чтобы продолжить охоту на кукловодов Перебил Волков Бородина Получается, они просто решили нас повязать по рукам и ногам? Я другого объяснения не вижу Народу накрутили вчетверо Транспорта не хватает И нам уже не до кукловодов Нужно думать, как извернуться при скудных припасах Продолжая движение, рассуждал Игорь Мародеры с их грузоподъемностью Могли бы серьезно подсобить в этом Но тут нам подсуропили Спицына С его оружейной мастерской Автопоезд, плюс грузовик с прицепом самого Ивана Аркадьевича Ушли под его товар, оборудование, станки и инструмент А для чего они так-то? Какой резон князю высылать Спицына? Он ведь не просто оружейный мастер Но и бездымный порох производит Пусть и в скромных количествах И вообще его мастерская, по сути, оборонное предприятие Удивился Антон Да мне-то откуда знать Может, понимали, что Спицына с его помощником Мы по-любому не оставим И нам его мастерская придется к месту Что укладывается в их концепт А может и впрямь Причина только в том, чтобы мы Как можно меньше вывезли имущество Погоди Но тогда получается, что мы опять Под колпаком И они продолжают снимать свое шоу Двигаясь рядом, предположил Антон Я бы этого не исключал Кто его знает, до чего дошла технология У тех, кто вот так запросто Открывает проход в другой мир Шаман А если все проще И кукловоды натравят на нас командчий Вон мы как растянулись Случись нападения, так и в кучу собраться не успеем Вдруг осенила волка Успеем Не сомневайся Хмыкнув, подмигнул Бородин И, оттолкнувшись, резво скатился по пологому склону Впрочем, халява продлилась недолго И вскоре им пришлось взбираться на противоположный склон Ставя лыжи елочкой Снег неглубокий А потому без них было бы куда сподручней Но каждый раз переобуваться Для преодоления незначительного подъема Так себе занятие Шаман это опер Послышался в гарнитуре голос Ерохина Шаман на связи Тут же отозвался Игорь Подойди к КШМ Принял Бородин глянул вперед Черт, придется попотеть Одно радует Наметился какой-никакой спуск Колонна не ускорится Тут без вариантов Лошадь не автомобиль Зато у него получится катить быстрее Затрачивая меньше сил Хотя совсем без усилий, конечно, не обойдется Останавливать колонну Специально для того, чтобы он мог попасть Внутрь кузова командно-штабной машины Никто не будет Но и движется она, как уже говорилось Со скоростью пешехода Игорь обогнал нужный ему грузовик Чтобы получить фору Выдернул ноги из креплений Подхватил лыжи с палками И, двигаясь рядом с бортом Приладил их в специально предусмотренный Для этого деревянный короб После чего пристроился у заднего борта И, легко подпрыгнув, оказался на подножке Чего шумишь, носяльника? Игриво поинтересовался он Задорно подмигнув Дарья Три месяца назад Группа шамана вырвала эту девушку Из рук аборигенов Ради чего пришлось покрошить уйму народу И сжечь к нехорошей маме форт Табалатцев Она оказалась носительницей информации Которая не должна была попасть В посторонние руки В частности, на земле Она занималась авиамоделизмом Собирала большие модели самолетов А это реальная возможность Получить в свое распоряжение авиацию Да, на уровне У-2 Но даже такая этажерка В данных условиях Даст неоспоримое преимущество Курносую и круглолицую девушку Красавицы не назвать Но толстая темная коса Ярко выраженная тонкая талия И крутые бедра Даже при слабо обозначенной груди Делали ее весьма привлекательной Вот и не устоял Ерохин перед ней О чем Игорь узнал только вчера утром В момент их отбытия из Невьянска Лунева, безусловно, носитель секретной информации Но и у Ерохина вроде как с допуском все в порядке Вот и не возражало начальство против его ухаживаний Наоборот, еще и под присмотром будет А тут такой пассаж с заговором Дарью попытались укрыть Но Андрей извернулся И сумел таки ее выкрасть С одной стороны, оно вроде как безрассудство Но с другой Во-первых, они любят друг друга Во-вторых, кому еще доверить беспилотник, как не ей Некогда им учиться управлять этой птичкой Да еще и в условиях острого дефицита топлива Его у них всего-то 200 литров И взять еще ниоткуда Даже если обнаружат нефть Качественный высокооктановый бензин им не получить Доверять слову кукловодов последнее дело Эти ради красивой картинки разменяют их, не задумываясь Организовать нормальное охранение не получится Ну и князь Этот зуб на них имеет серьезный Ведь ясно же, что получись у заговорщиков осуществить переворот И ему бы не поздоровилось А значит, нужна разведка Даже если за время перехода они выработают все топливо Оно того стоит Полюбуйся, кивая на монитор пульта управления беспилотником Предложил Андрей Ни хрена себе Дарья Евгеньевна, прошу прощения за мой французский Произнес Игорь Для подобной реакции были самые серьезные основания По их явственному следу Двигалась колонна из трех БТРов и двух КАЗов с прицепами Плюс передовой дозор на Ниве И, судя по всему, за ними идут гвардейцы Эти выполнят любой приказ князя И за какой такой надобностью они сейчас движутся По набитой изгнанниками дороге Гадать не приходится Взводы в Нивьянске нестандартные На БТРах три отделения В общей сложности 38 человек На грузовиках четыре стрелковых отделения И два минометных Что составляет 50 бойцов Ну и передовой дозор пятеро На круг выходит минимум 93 человека Не слабо так Как далеко от нас Поинтересовался Бородин Если встанут на ночевку, то сегодня уже не догонят Ответил Ерохин То есть заряженных кукловодами среди них нет Есть И немало Вирус сейчас разбирается с потоком информации Кивнув на парня, пристроившегося в уголке за ноутбуком У откидного столика ответил Ерохин Но информации об их намерениях пока нет Ну тут я скорее соглашусь с тобой Им лучше встать на ночевку С утра продолжить погоню И брать нас при свете дня Чтобы никто не ушел Вот интересно, кому из нас кукловоды решили подложить свинью? Помяв подбородок, закончил Игорь И тут же ухватился за борт Так как Каз подпрыгнул на очередном ухабе Местная техника не отличается комфортом от слова совсем Как, впрочем, и особой надежностью Ломкость – ее характерная особенность Так что водители неизменно чумазы С разбитыми руками и в засаленной одежде Ну и еще невероятно злые Так что прежде чем задавать им какой-либо вопрос Следует учесть, насколько ты готов быть посланным Судя по твоему виду, ты не больно-то и расстроился Удивился Андрей При этом безопасник всячески старался проявлять бодрость духа и уверенность Но выходило как-то уж нарочито А оттого и неправдоподобно Все зависит от ответа на мой вопрос Пожал плечами Игорь Ну, судя по всему, свинью подложили как раз нам Даже взвод на грузовиках – это более чем серьезно Полусотни бойцов при четырех ручных пулеметах Стольких же снайперских винтовках и паре минометов А тут еще и второй на БТРах У нас же 61 человек Из них бойцов, с учетом твоих девчат, 25 единиц Из тяжелого вооружения, по большому счету, твоя древняя пушечка До пехотные огнеметы при крайне скудном запасе боеприпасов «Не критично. У нас по четыре ПК и РПК Два Дегтяревых, пять СВД и две Мосинки Семь валов, подствольники Огнеметов только два и зарядов к ним мало Но это броня им на один зуб При грамотно подготовленной засаде мы раскатаем их на раз-два» Убежденно произнес Бородин «Я думал, что заряды огнеметов чисто фугасного действия» Удивился Ерохин «Все верно, фугасного, эквивалент двумстам граммам тротила Пробивает восьмимиллиметровую броню Местные уступят земной, так что ее прошьет как бумагу И доберется до тех, кто внутри» «Хм, не знал Правда, не хотелось бы столь уж радикально с техникой Ну, раз уж ты так уверен в успехе Или без огнеметов никак» «Отчего же, можно и без них У нас ведь есть винтовочные патроны повышенной пробиваемости» «У кукловодов их было немного, всего-то четыре цинка Но если не садить из пулеметов, а бить прицельно из снайперских винтовок То получится и экономно, и дырок не так много Местную сталь эти пули пробьют с легкостью Сгоним всех выживших на противоположную сторону от засада А там в дело вступят валы При грамотном подходе, в общем шуме боя Гвардейцы даже не заметят, что их обстреливают со спины «Значит, мы разберем их даже без артиллерии» Удовлетворенно произнес Ерохин «Вообще не вопрос, если только знать, кого из нас решили подставить кукловоды» Вновь усомнился Бородин «Если преследователи знают о беспилотнике и нашем вооружении То ведут себя глупее не придумаешь Или же наоборот Эта колонна ведет себя демонстративно, притягивая к себе внимание А тем временем небольшой мобильный отряд обходит нас с другой стороны Эти места им все еще хорошо знакомы И они имеют представление, где может пройти техника И куда мы можем двигаться Ты забываешь одну немаловажную деталь, Игорек Это шоу А для него нужна зрелищная картинка Никаких сомнений, что они нас сейчас отслеживают Используя хотя бы тот же беспилотник При желании они вообще могут его у нас умыкнуть Я пока запретил вирусу и черному лезть в эту аппаратуру А то еще наворотят чего А нам нужны глаза для разведки Да, они могут и свой запустить Плюс гвардейцы заряжены То есть свою боевку кукловоды получат Так что я более чем уверен, что князю о наших трофеях ничего не известно Только то, что мы задумали переворот Ну и, может быть, о том, что мы подобрались к группе контролеров Все равно ведут они себя как-то уж слишком прямолинейно А что, по их мнению, мы можем им противопоставить? В княжестве производятся обычные пули со свинцовым сердечником Которые не способны пробить броню БТРов Гранат у нас нет Твои самоделки ни о чем Гвардейцы просто выкатят их против нас и расстреляют Ну, звучит логично Хотя для меня как-то и непривычно Однако, если исходить из имеющихся предпосылок То получается два взвода на грузовиках В дополнении к тому, что на БТРах Это и без того чистой воды перестраховка Именно Только нужно непременно захватить всю технику В максимально непотрепанном виде Делим шкуру неубитого медведя Хмыкнул Игорь Ты сам сказал, что разобраться с ними не составит труда Ну, ты наглеешь, Андрюха Их там полная сотня Так что давай все же отставим в сторону Шапкозакидательские настроения Предлагаю пока сосредоточиться на сборе информации Что, кто, сколько, куда, какая задача Пусть вирус постарается Ну и Даша сделает круг почета Не затесалась ли где в округе диверсионная группа? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok